Международная дилерская встреча. Уголовные дела против аграриев. Нюансы выращивания зимового рапса в Украине. Об этом и не только смотрите в сегодняшнем выпуске. С вами новости агробизнеса и я их ведущая Ольга Егорова. Китайская зерновая корпорация Ковка Интернешнл согласилась продать швейцарской компании Сингента свое подразделение по производству семян. Покупку сначала предстоит одобрить антимонопольным органам, после чего будет объявлено о сроках завершения сделки. Компания рассчитывает получить одобрение до конца этого года или в начале 2018 года. Условия соглашения не раскрываются. Отмечается, что Найдера Сиц представляет собой весь сегмент производства семян Ковка. В результате продажи китайская компания останется без этого направления бизнеса. Напомним, Найдера Сиц производит семена кукурузы, подсолнечника, сои и пшеницы. Организация USD TechWord, в которую входят известные мировые издания сельхозтехники, организует спиддейтинг среди дилеров техники со всего мира. Встреча состоится 14 ноября в павильоне 2 на стенде E29 немецкого издания TechnicBirds.com. Также на встрече будут присутствовать представители организации, к которым относятся DLV и DLG. Цель этой встречи – познакомить крупнейших дилеров сельхозтехники из Европы, поделиться трендами, которые существуют в мире, наладить международное деловое партнерство, поддержать международную торговлю и представить всех дилеров UTW. Количество участников ограничено. Подробную информацию можно узнать на сайте latifundist.com. Во Львовской области правоохранительные органы открыли 28 уголовных производств, связанных с использованием выморочных паёв. Произошло это из-за того, что существует отсутствие определённости в юридическом статусе выморочных земель, которое не даёт возможности оформить право пользования земельным участком в едином определённом законодательном порядке. Так, 17 октября силовики наложили арест на 700 гектарь земли, обрабатываемые компанией «Захидный бук». Причём это не цельный массив, а участки, разбросанные по территории пяти сельсоветов. Если налагается арест на выморочные участки и посевы, без права распоряжения и использования полностью останавливается весь рабочий процесс, сообщил глава наблюдательного совета агрария в Львовщине Юрий Однорик. Параллельно во Львовской области идут судебные разбирательства о признании недействительными решений сессий сельсоветов о передаче в аренду выморочных паёв. Напомним, в Украине сейчас насчитывается около 1,8 млн гектар неунаследованных земельных участков сельскохозяйственного назначения. Осень всегда ассоциируется с дождями. Именно в такую погоду и отправились корреспонденты superagronom.com в хозяйство «Соломия» и «Агроэкка-21 плюс» в рамках проекта «Агрополигон» совместно с представителями компании КВС «Украина» для того, чтобы начать наблюдение за посевами озимого рапса. Как обстоят дела у аграриев, читайте на latifundist.com. С вами были новости агробизнеса. Всего хорошего и увидимся завтра! Субтитры подогнал «Симон»!